Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Наконец-то у нас наступила весна, это был только один день. Сегодня уже 10 градусов. Короче, ребята, мы пошли в бассейн, и я быстренько подготовилась и села записывать видео, потому что всегда ловлю момент, чтобы быстрее записать, чтобы не делать таких огромных пропусков между видео. Но вот как получается. Мне, конечно, спокойнее, когда никого нет дома, когда вообще нет никаких шумов. Я шум вообще не переношу. Вы знаете, я заметила, что за последние, наверное, 3 года я совсем не могу переносить громкие звуки. Я не могу, когда дома работает проектор, я не могу, когда громко слушают музыку. У меня ждут такой степени, что мне даже больно как-то становится. Я не могу, я пытаюсь уйти в другую комнату, закрываясь там, чтобы просто тупо не слышать ничего. Не знаю, почему это у меня с возрастом такое пришло, но мне чисто хочется какой-то тишины и покоя. Может, это в возрасте дело, может, это, не знаю, бзик у меня какой-то. В общем, без понятия. Вот, и хорошо, что у нас здесь, в принципе, 4 комнаты. Можно уйти в другую, чтобы тебя никто не трогал. Но один фиг, меня везде найдут, начнут меня дергать. Если в туалете, блин, сидишь, придут, будут дергать ручку. Лёва будет, мама, выходи. Обязательно всегда кому-то что-то надо. Поэтому, естественно, я люблю, когда я дома нахожусь одна. Именно в тот момент, когда я снимаю видео. Вот, сегодня как раз хотела ещё, меня спрашивали там насчёт цвета стены, названия краски. Мне кажется, разве я видео не говорила там в конце, какое название? Ну, может, я не сказала. По-моему, это М428 Ти Курила. Но я ещё раз уточню снизу в комментариях, потому что могу забыть. У меня в голове много названий этих красок. М428, М435 – это всё, во что мы красили. И меня постоянно спрашивают. Потому что, в принципе, я считаю, что я выбираю такие цвета достаточно симпатичные. Вот, наверное, поэтому очень много вопросов. Потому что людям тоже нравятся те цвета, которые вот у меня дома. И я очень-очень просто довольна этим цветом. Вы себе не представляете. И мы уже с Женей поговорили. Мы с Паней тоже в этот цвет перекрасим. Ну, может быть, как акцент мы сделаем одну стенку самую большую. Вот, либо просто всё покрасим. И в остальных комнатах тоже я хочу. И у нас кухня совмещенная с залом получается. Ну, знаете, мне тоже говорят, сними, Оксана, рум-тур. Но нет смысла его снимать без кухни. То есть нужно сначала на кухне сделать ремонт. Нам нужно поменять пол, потому что у нас пол ещё от предыдущих хозяев. Нужно всё покрасить там. И это очень сильно затратно, потому что кухня у нас 20 метров квадратных. Или чуть больше 20. И если туда покупать паркет, это очень большие деньги на это всё идут. Плюс краска, эти большие стены красить. Поэтому обязательно, обязательно, когда будет всё готово. Вот видите, мы делаем так постепенно. Ну, потому что на ремонт действительно очень много денег уходит. И сейчас в это время, ну, как достаточно, так как у нас на всё цены повышаются. И непонятно, что на самом деле с работой. Уже начались проблемы из-за того, что есть проблемы с поставкой металла. Ну, это, знаете, такая вот цепочка, которая всё за собой тянет. Поэтому, ну, просто нет смысла снимать какие-то вот три комнаты, ну, или две комнаты, в которых у меня там сделан ремонт. Если рум-тур, то снимать нужно прям вот полностью рум-тур всю квартиру. Я обязательно такое сделаю, когда мы вот уже доделаем кухню. Вот. Мы медленно, конечно, но всё это делаем. Вот. И постепенно буду всё снимать на видео, как мы будем менять кухню и когда будем это делать. Вот. Потому что, ну, как всегда, планов громадил, но всё это очень затратно. Да. И денег нужно очень много. А цены, конечно. Вот вчера для девочки одной снимала, фотографировала цены. Она обалдела от цен на яйца у нас, на цен на молоко и булку. То есть товары первой необходимости у нас стоят довольно дорого. Вот. И спасибо тем, кто вот магазинам, которые делают разные скидки, акциям. Вот тогда ещё как-то, знаете, вот можно, наверное, прожить людям, у которых вот зарплата где-то минималка или даже, ну, чуть повыше минималки. Это очень-очень тяжело. Так что я ещё хотела рассказать. Короче, делала я заказ из магазина Синсай. Когда у них были 30% скидки и решила я себе заказать доску для пиццы. Посмотрела 30 сантиметров. Короче, я думаю, нормально. Пришла, в общем, не доска. Я показывала в сравнении фотографию, выкладывала, где лежат вот эти основы для пиццы, которые мы покупаем. Пицца пыхи. И сверху вот эта доска, она в два раза меньше, чем, короче, пицца. Вот. Оказывается, 30 сантиметров это было вместе с ручкой. А я почему-то подумала, что это был диаметр этой доски. Ну, в общем-то, она такая красивая. Мне кажется, она подойдёт для того, чтобы можно было на ней там красиво фотографировать косметику. Ну, не в таком вот. А как раз я собиралась писать про эмбриолис в Инстаграм. Ну, может быть, ой. И в Инстаграм, и в Телеграм. Да, вот так можно красиво положить, мне кажется. Потом ещё какие-то цветочки хлопка накидать, которых у меня уже давно нет. Но что-нибудь придумаю. И мне кажется, очень красиво можно кадры вот снимать. Потому что мне вот эта поверхность, я обожаю. Это, ну, похоже немножко на то, что я хочу на кухне на полу. Ну, вообще на кухне на полу я хочу рыбий хвост. Вот паркет, потому что мне он очень-очень нравится. Не знаю, он мне вот какой-то такой эффект, кажется, как будто эффект старины какой-то даёт. Вот, поэтому я хочу. И из-за этого я вот эту досочку и заказала. Кстати, может быть, кто-то не смотрел мои прошлые видео. Я вот показывала вот эти вот средства от марки Эмбриолис. Мои самые-самые любимые. И просто, если вы ещё не пробовали, я вот на 100% рекомендую вам попробовать. Потому что вот этот вот крем как основа под макияж, ну, это увлажнение я делаю. Вот сейчас у меня, кстати, на лице вот только вот этот вот крем. И сверху тональный крем. Не тональный крем, а вот этот идеалист от марки Белита Витекс, по-моему, называется. И, знаете, эффект просто потрясающий. Кожа такая гладкая, он немножко сглаживает, как будто бы поры никуда не проваливаются. И делает очень хорошую основу для тонального крема. Он никуда в течение дня не течёт, не убегает. Он все шелушения абсолютно убирает за 5 минут. Вот, так что, если вы ещё не пробовали, просто вот напомним. Я что-то видео не смотрел, где я про них рассказывала. Очень-очень рекомендую вам попробовать. Потому что, ну, вот лучше для себя именно то, что я использую в процессе макияжа, я ещё за всё время не нашла. В своё время мне когда-то вот с этой маркой познакомила Дарья Холодных. Это визажист, если кто не знает, она, по-моему, из Москвы. И вот она с тех пор как-то привила любовь к нему. Я сразу, у неё можно было на мастер-классе покупать её любимые продукты. И вот всё по её советам я покупала. И до сих пор покупаю вот некоторые вещи, которые вот когда-то она посоветовала. Ну, не мне лично, а вот это было у нас на мастер-классе. Поэтому я вот от всей души вам тоже могу порекомендовать. Что-то я ещё из косметики покупала. И что хотела показать, не помню. А, ещё вот, кстати, был у меня такой вопрос. Это уже было в моей группе. Нет, с колясочкой. Это было в моей группе в Телеграм-канале. Вот одна девочка спросила меня посоветовать, и появились ли у нас какие-то книги, и чем я занималась с Лёвой. Потому что я говорила, да, что... Ну, это уже давно было, год назад я снимала такое видео про задержку речи. Тогда он совсем мало вообще говорил. Сейчас у него вообще просто словесный понос. Если бы вы слышали, он когда играет вот в этот Роблокс, если бы вы слышали, как он говорит из него речь, просто песня льётся. Он так грамотно строит предложение, когда он там... Вы понимаете, на эмоциях он очень грамотно действительно строит предложение. Ни одной ошибки. Я в шоке, когда это надо со стороны как-то записать. Вообще, вот как он общается там в Роблоксе. Ну, то есть, в смысле, как он комментирует то, как он играет. И, да, когда его о чём-то спрашиваешь, у него есть ещё трудности, как составить предложение грамотное, если он допускает там ошибки. Вот, то, естественно, я его поправляю. Ну, это, конечно, как я говорила, мне говорила логопед. Из-за того, что у него была задержка речи, вот в три года он только начал разговаривать. Сначала у нас там началось всё... Ну, то есть, в 2-7 он где-то начал... Слоги у него появились, были какие-то отдельные слова. Потом, чуть попозже, у него появились фразы. То есть, вот как идёт вот этот этап развития речи, так и было. Слоги, слова, фразы, предложения. Ну, и диалог у него, конечно, какой... Он у него даже, когда были вот эти вот фразовые речи появились, с ним уже можно было вести диалог. Он уже отвечал фразами на вопросы, да, это были неразвёрнутые какие-то предложения. Сейчас он развёрнутый уже отвечает. Есть много грамматизмов, ошибок в словах. Я его поправляю. Он запоминает и справляется. Читаю ему короткие рассказы, вот, и по ним потом задаю вопросы. Он отвечает. Если раньше он отвечал, он всё правильно отвечал, он понимал текст, отвечал одним словом, то теперь он уже может ответить коротеньким предложением. И вот на данный момент из таких проблем, как я уже сказала, да, это то, что у него очень... Ну, не очень, а бывают ошибки в словах. Это когда части речи между собой не согласованы. И вот эту книгу мне когда-то посоветовал логопед из... Ну, которая брала платные консультации. Она, по-моему, из Питера. Светлана Большакова. И называется Алалия. Она посоветовала мне именно вот это вот основной этап работы. Километр речи, синтаксис и морфология. Вот это всё, что нам нужно было на тот момент. Потому что я, ну, сказала о проблеме. Говорю, что он разговаривает. Она посмотрела видео. Тоже я видео ей скидывала. Вот она сказала, Оксана, вы проделали просто огромную работу без специалистов, без участия. Потом я скинула второму логопеду, который мы ходили здесь на 10 сеансов. В массаже Ауглина. И мы сейчас тоже опять будем ходить. Вот как раз перед ней я эту задачу поставлю, чтобы учить его говорить грамотно. Вот, я думаю, со следующей недели мы пойдём. И я тоже ей скидывала видео спустя год. Ну, не год, чуть поменьше. Потому что, наверное, спустя 9 месяцев она мне тоже сказала. Она говорит, Оксана, у него все звуки стоят по возрасту. Единственное, что вот Эрман не выговаривает. Ещё немножко есть проблемы с шипящими. Она тоже сказала, что она в шоке от того, что я проделала такую работу самостоятельно, занимаясь с ним. И вообще просто папа мне говорит, открывай школу, может, будешь детей обучать, говорить. Вот. Ну, я не считаю, что я, конечно, супер какой-то крутой профессионал, потому что проблемы-то ещё остаются. Но вот, как нам и говорили, я уже тоже сказала, что он все этапы речи будет проходить, как те дети, которые начинают говорить вовремя. Вот. И он будет понарастающий, понарастающий. Для меня всегда, знаете, что было таким успокоением, это то, что у него было понимание речи абсолютно. То есть он понимал всё, что ему говорят. Он выполнял инструкции. Он без каких-то визуальных подсказок очень многие вещи делал. Но если он слово какое-то не знал, вот это в 2 года и 7 месяцев, да, тогда мы делали это с ним всё вместе. Он буквально в следующий день уже знал это слово. Он очень быстро запоминал. Но почему-то он не говорил. То есть он говорил очень мало. У него там были слоги. И, ну, не знаю. Ну, сейчас, знаете, дети такие. Это как бы он не какое-то там исключение. Как мне сказала невролог, которому мы ездили тогда, она сказала, у нас таких очень-очень много. И, как она мне и сказала, он в 3 года начнёт говорить. Ну, начнёт вот именно разговаривать. И так у нас, в принципе, и получилось. Первая, самая-самая-самая длинная фраза, которая у него была, вот 3 года ему было и 1 месяц. Он мне сказал, мама, я хочу ещё качаться на качелях. Это было просто, это было просто, вот вы не представляете. Вот просто, если вчера он ещё такую длинную фразу не мог сказать, то вот на следующий день он мне такую выдал. Используя при этом обращение, местоимение, всё было правильно поставлено. Вот. И с этих пор речь, она вот как-то пошла-пошла. Поэтому я очень вам советую, если есть у вашего ребёнка проблемы с речью, я не говорю о тех, кто совсем не говорит. О тех, кто совсем не говорит, есть вот такая вот книга. Это «Говорилки для молчанов». Вот с этой книги буквально мы начинали все занятия. Называется она «Мама, научи меня говорить». Это Виктория Бунина. Вот. И могу вам сказать, что эта книга очень-очень крутая, очень классная. И очень сильно нам ещё помогли распевки Новиковой и Иванцовой. Это просто потрясающе. Это просто кто не пробовал, если у вас, у детей есть задержки в речи, если они вообще не разговаривают, попробуйте Новикову и Иванцову. Когда вообще я просто читала про эту методику, я всю информацию, я ни с кем не советовалась, я всю информацию находила в интернете. И просто, когда я познакомилась вот с её методикой, я открыла видео, я посмотрела, что она там делает, я подумала, блин, ну как это может помочь? Ну просто в один день решила попробовать. Ну что терять? Заниматься надо всем, что вот попадается. И я попробовала, и честно, я обалдела. Я обалдела от того, как она работает. Это не просто вам какие-то распевки, там слоги вы распеваете. Нет, это намного больше, это чувство ритма, это чувство вот этой вот музыки и всего. Поэтому попробуйте. Так, ну давайте покажу, что получилось. На самом деле это тоже будет не окончательный вариант. Вот, и здесь у нас, в общем, стиральная машинка стоит. Нужно будет ещё демонтировать вот этот вот огромный бойлер на 80 литров, потому что больше электрическим бойлером мы не пользуемся. Если вы помните, у меня были просто гигантские счета за электричество. И как только отключили мы бойлер, буквально вот, знаете, со 100 евро, ну счёт у меня был то стол, то 80, то 90, счёт стал там 35-40 евро. Представляете, это всё этот бойлер старый жрал. Но это предыдущие хозяева его устанавливали, не мы, поэтому мы как бы, ну, не мы ставили, в общем. Так, и мне здесь особо некуда далеко отойти. Сейчас вот, насколько смогу, отойду. Вот, у нас совмещенный санузел, это сделали предыдущие хозяева. Им, конечно, огромнейшее спасибо, потому что они взяли на себя всю самую дорогую работу, которую только можно, потому что сантехнику поменять, вы знаете, всё это очень дорого стоит, со временем, вот, с туалетом осталось поменять, это всё было их, и шкафчик был их, вот, белый, который у меня предыдущий, помните, вот так вот открывался, это всё они устанавливали. Вот, мы это 4 года особо не меняли, потому что, ну, ванны, как всегда, ну, очень больших затрат как бы стоят, и так как мне прислали в своё время разбитую раковину вместе со шкафчиком, я уже говорила, что нам предложили это компенсировать либо на аккаунт, чтобы мы могли заказать что-то, либо вернуть просто на счёт, но я выбрала на аккаунт, иначе бы этих денег уже, как бы, не было. Вот, и сейчас я открою, покажу, значит, я очень давно мечтала вот о таком ящике, где было бы вот так разделено, мне сказали девочки, что можно ещё в середину сюда ящик такой поставить, в Ikea продаётся, то есть дополнительно третий будет ещё разделить или купить. Здесь её в ящике у нас хранятся разные укладочные средства, вот, которые мы используем, но это Женина, это тут его, так как у неё стрижка сделана, волосы укладывать надо, если он кепку не носит, и какие-то вот мои тонингай я часто покупаю, пользуюсь, тут вот всякие масла, и, кстати, вот это очень классное масло, я его уже три раза покупала, вот, если не пробовали, попробуйте волосы после него, как после салона вообще. Вот, здесь у меня зубные щётки и зубные пасты, зубные щётки моя, Лёва Женина и Лёвина Женина, вот, и я пока не знаю, как это всё приспособить, потому что вот эта вот щётка, которая должна стоять, она теперь вот сюда не вмещается, короче, потому что здесь полку мы установили, вот эту одну из двух, помните, которые у нас были, вот, я на них, вот, свечки у меня здесь стоят, короче, я их периодически открываю, чтобы просто приятный аромат, они очень быстро дают аромат, вот, поэтому, и вот такой поднос я покупала в магазине Сенсай, собственно, Сенсай, да, Сенсай, и, собственно, вот эти свечки тоже оттуда из этого магазина, вот, так что буду ещё думать, как зубные щётки приспособить, потому что в шкафчик тоже по росту они не подходят, и вот есть у меня тоже такой второй ящичек, где хранятся косметички, там у меня вот этой коробочке, здесь всякие женские штуки, и здесь в ящике тоже, ой, в этой косметичке коричневой, всякие кремы, вот, потом пилка, и расчёска для волос, и опадок, в общем, это то, что мне нужно, когда я прихожу там умываться перед сном, в общем, вот, всё на самодоводах, я очень довольна, что всё так закрывается дальше на стене, я до сих пор ещё пока оставила вот эту вот косметичку, потому что тоже с ней вопрос надо будет решать, и когда мы уберём этот огромный бойлер, он очень много занимает, ну, наверное, где-то, если так убрать, ну, полметра на полметра, это ещё освободится место, и будет шкаф висеть, куда мы будем полотенца складывать, и всякое, что должно лежать в ванной, здесь я уже показывала в предыдущем видео, я повесила, здесь у меня, что-то тут испачкалось, фен мой висит, вот этот вот, и вот такой вот держатель для фена, и сюда можно ещё расчёски, для начёсов, может быть, положу, но мне просто не нравится, как эти расчёски здесь торчат, поэтому мы сюда ничего не ставим, они у меня в отдельном месте лежат, я, наверное, их вот в коричневую косметичку как раз положу, так, следующее, здесь у меня ещё шкафчик висит, как вы видели, и в шкафчике, ну, вот, короче, здесь такая деревянная поверхность наверху на шкафчике, там ничего, кроме вот этой лампы с Алиэкспресс, которую я заказывала, знаете, типа, когда я с ним такие лампы, по-моему, делала, она до сих пор работает прекрасно, вот она осталась там, и сюда я положила то, чем, ну, естественно, мы пользуемся, здесь у меня тоже никакого, ну, не сделала я так, чтобы всё прям красиво было, никуда ничего не переливала, вот это мой отсек, в плане того, что здесь я держу разные средства, это бальзамы для снятия макияжа, маска для губ, и тут у меня вот бальзамы для снятия макияжа, маски для губ корейские, дальше маска-плёнка такая, знаете, радужная, прикольно снимается плёнкой, вот, потом средства для, ну, пилинга, короче, потом этот, форео-луна-щеточка, ватные диски наверху, дезодоранты всякие, масло-био-ойл, жельный дезодорант, жельные укладочные средства, разные пасты там, воски, потом, что опять дезодорант, ну, как это называется, ацетон, и вот этот зелёный, помните, я заказывала на Алиэкспресс, классный, мне такой нравится, сюда поставила, там у меня мелкие такие, типа, пробников продукты, там, потому что по отсекам, и ещё сюда можно вот так вот телефон ставить, ну, то есть это подставка для телефона, вот эта золотая, ну, мало ли, там моешься в душе, можешь поставить себе телефон, там, музыку включить или что-то, стрим чей-нибудь послушать, ну, в общем, вот так вот, вот, тоже шкафчики так закрываются, вот, на самодоводах, в общем, всё, я очень-очень довольна, блин, снялся у меня ноготь, ничего себе, только вчера накрасила, блин, как жалко, ну, почему у меня так плохо этот гель держится, я вообще не понимаю, я даже не понимаю, где я его потеряла, взмахнула где-то рукой, смотрите, и он пропал, вот, так что, в общем-то, и всё, кстати, хотела показать, купила Льву вот такой вот мешочек для хранения игрушек, он до этого хранил, у него такая штука, ну, такая была, типа, корзиночки, и вот, она тоже очень много места занимает, не хватает здесь места, короче, ванны, я купила вот такую сеточку на Алиэкспресс за 2 евро, по-моему, вот, и, вот у меня тут, вот, там низу она у него, короче, и все игрушки вот сюда вот перекидаю, и будет у него здесь теперь, тогда будет порядок в этой душевой кабине огромный, я уже говорила, да, она у нас как ракета, но менять мы её не собираемся, она, по-моему, ну, очень дорогая, как бы, и лучше, пока я не хочу для ребёнка там купаться, там, как ванная, он может купаться, вот, так что вот осталось придумать, что вот с этими средствами делать, которые у меня сейчас на полу лежат, в корзинке, вот, ну, скорее всего, будет шкафчик, да, наверху, и мы туда пойдём. И вот пригодился коврик с Алиэкспресс, буду их менять периодически, у меня ещё один такой есть с синенькими, с синим орнаментом, в общем, вот, мне очень-очень нравится, что получилось пока, и потом, вот, когда мы уже решим, что с бойлером делать, потому что, ну, просто так его не снимешь, нужно его на что-то, как бы, менять, а это нужно дополнительное средство, опять, и вот сейчас можно будет подкладывать чуть-чуть деньги, потому что за квартиру будет не 400, там, почти евро, как мы до этого платили, а будут счета, ну, меньше на стоимость отопления, это где-то, может быть, ну, там, 100 с чем-то евро можно будет откладывать и уже тогда подумать, что сделать здесь. Вообще, знаете, каждый день не знаю, что вообще будет здесь, так что пока ничего не загадываем, так что вот пока вот так вот. Так, ещё покажу вам вот вторую полку. Первая, значит, у нас в ванной комнате, я показывала, а вторая полка у нас здесь вот в спальне, чисто такая мужская, в общем, Женя сюда понавешал, что-нибудь, кепка висит, наушники, чехол с очками, вот, и наверху здесь тоже наушники разные лежат, фотографии Лёвина, цветочки я поставила, ну, в общем, вот такое, часы. Он сначала часы, как бы, сюда вешал, но потом в итоге вот так вот оставил одни часы и поверил, блин, как она мне нравится вообще. Мы сначала думали, куда её, на кухню и крючки там повесить, чтобы, ну, знаете, эти кухонные принадлежности там висели. Я говорю, давай в спальню повесим. Мне кажется, для спальни она тоже очень-очень хорошо, такая брутальная и очень хорошо подошла. Вот, классная полка. Вот это всё металлическое, прям самый натуральный металл. Она достаточно такая тяжёлая, вот, и да, конечно, очень недовольна её качество. Красивая очень полочка. И мне кажется, она в эту комнату, у нас вот единственная комната, где всё белое, ну, в плане того, я имею в виду, что здесь вот стенки у неё белые, там тоже дальше белое. И вот, что я хотела сказать-то? Единственная комната... Короче, я забыла, что я хотела сказать. Единственная комната, она такая не белая у нас, а чёрно-белая получается. Там у меня кровать не заправлена, поэтому не буду. И вот здесь, в общем, так у нас всё выглядит. Мы думали сначала сюда телевизор, может быть, поставить, спальню смотреть, но как бы я думаю, что в спальне не очень хорошо, когда телевизор есть, лучше, конечно... На компе здесь мы тоже... Здесь я просто монтирую видео, ничего не включаем и как бы и не смотрим. Вот поэтому здесь чисто такое маленькое моё местечко, где вот я монтирую. Ставлю вот так вот стул, сажусь на него. Кстати, этот стул по-другому не стоит, потому что у него неправильно ножки сварены. И, короче, на нём можно сидеть только, если опора у вас есть. Вот в виде кровати у меня опора, потому что если вы сядете без опоры, то вы просто назад завалитесь. Я уже не стала как бы с магазином спорить, потому что это всё очень долго. Вот. И деньги возвращать просто... Ну, потому что я на нём могу сидеть. И потом Женя, думаю, говорил, типа, что на работе, может быть, спросит, можно будет ножки по-другому сделать. Ну, пока вот не сделали. Так что так я могу сидеть. Ну, мне, кстати, очень-очень удобно. Так, сегодня я убираюсь в своей этой... в своём косметическом столе. Я помню, кто-то просил меня снять видео про все мои карандаши цвета пыльной розы. У меня их много. Это я немножко здесь в Сочи сделала, в Инстаграм-сторис выкладывала. Вот. Если кому-то будет интересно, то я в каком-нибудь видео эту тему затрону и покажу вам все карандаши, которые у меня есть подобного цвета. Это ещё не всё. Я вот как раз их перебираю. И да, этими всеми карандашами я пользуюсь. Ну, я каждый день беру разные. Я иногда их миксую между собой. Вот. Но в целом, да, всеми пользуюсь, потому что у них такие, ну, знаете, повседневные такие оттенки. Вот. Красных помад вы у меня практически не найдёте в моей коллекции. У меня даже помады, если есть какие-то, вот смотрите, они вот таких оттенков. Ну, или какой-то такой, знаете, типа блеска что-то. Вот. Так что обязательно вам могу снять потом такое видео и рассказать про карандаши вместе со сводчем. Это я только половинку сделала. Вот. И сейчас здесь, кстати, вот эта коробочка очень классная, которую я на Алиэкспресс заказывала. Видите, она у меня здесь теперь внутри стоит. И вот этот ящичек тоже внутри. Там я палетки держу, которыми чаще всего пользуюсь. Вот. Так что буду вот наводить порядок. Так. Так. В первом отсеке навела порядок. Всё распределила. Здесь у меня карандаши. Здесь тени жидкие для... Ну, я их как основу использую. То есть базу по тени. Карандаши для бровей. Вот. На борту конфетка. Извиняюсь. Здесь дальше карандаши для глаз, туши и консилеры. И карандаши для губ, если я не сказала. Сейчас буду дальше наводить порядок. Это, короче, когда мы ремонт делали, стену красили. И у меня прям стол этот упал, потому что мы его открутили. В общем, стол вот этот мой. Мы его открутили, и он, короче, свалился. И всё там у меня перемешалось. Поэтому сейчас надо порядок навести, пока время есть, желание. И мне нравится. Это, знаете, мой личный сорт такой. Ну, как сказать. Ну, расслабиться, в общем.